Отличный повод снова пригласить в гости Владимира Сидорова, председателя Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, ну и добавлю члена общественной палаты Хабаровского края, причем нового состава. А повод то, что 100 лет обществу охраны природы. Поздравляем. Здравствуйте. Спасибо. Расскажите об этой дате, и что для вас 100-летие общества охраны природы? Ну, я вот недавно думал, сидел, 100 лет это такая, казалось бы, дата, а потом вспомнил, что я сам уже 25 лет работаю в обществе охраны природы, ну и получается, что вроде четвертьека, так вот если разделить по кусочкам, то это такие периоды как раз жизни страны, и это общество охраны природы переживало, собственно, их вместе со страной. Это послевоенная разруха, гражданская война, 24-й год, это фамилии Крупской... Иуначарского, да. Иуначарского, да, ну вы знаете. Это крупнейшие общественные деятели, которые вот в такой сложный для страны период решили, что забывать о сохранении природной среды, среды обитания человека ни в коем случае нельзя, и поэтому вот общество было создано как раз для того, чтобы и вопросы решать голода, и, собственно говоря, к тому времени относящиеся вопросы, ну и, конечно же, оставить последующим поколениям те уникальные природные комплексы, которые в России есть и были. Я забыл сказать, что, напомню, что Владимир всегда принимает вот абсолютно все ваши жалобы на экологические проблемы, которые возникают в вашем городе, поэтому можете прямо сейчас позвонить, и вот еще не было случая, чтобы не прореагировал. Хвалю. Спасибо. Ну это одна из целей нашей работы, поэтому... Ну, кстати, я был поражен, что вам 100 лет. Мне казалось, что все-таки охрана природы – это последние лет 50, может, даже 40, а 100 лет. И действительно, еще крупско-илуначарские об этом задумывались. Ну, удивительно, и не менее удивительно, что сейчас вот в такие сложные моменты для нашей страны как раз вопросами экологии тоже занимаются, и не только здесь, но и в регионах прифронтовых. Вот как раз очень хорошо, что мы сегодня имеем возможность об этом поговорить. Ну да. Собственно, два повода сегодняшней встречи. Первый – это то, что 100 лет общества охраны природы. Во-вторых, то, что Владимир только что вернулся из Луганска, где развивал экологическое сотрудничество с Донбассом, с освобожденными территориями. Ну, кстати, Луганск, вообще Донбасс, он же ассоциируется все-таки с СВО, да? А тут экологическое сотрудничество. Вроде как не время? Ну, на самом деле самое время, потому что помимо тех вопросов, которые сейчас наше государство решает, связанных с СВО, эти территории уже начинают мирную жизнь, уже решаются проблемы серьезные, связанные с инфраструктурой, и экологические проблемы, они, конечно же, очень важны для того, чтобы восстановить полноценную мирную жизнь на этих территориях. Сразу спрошу, там также повальное увлечение старыми колесами действует, как и у нас? Нет, не видел. Нет, нет. Почему? Потому что у нас телефонный звонок по этому поводу. Алло. Да, здравствуйте. Меня зовут Татьяна. И я хотела вас спросить вот по такому вопросу. Мы обратились сейчас в свою управляющую компанию, чтобы нас привезли покрышки. Покрышки с дворовой территории. Вот. И мы очень просили, но почему-то наша управляющая компания не реагирует на этот экологически опасный материал, и покрышки со двора не убирает. Что нам делать? Как нам бороться с этим? Ну, вы все уже сделали, да? Все правильно. Я и всем телезрителям хочу напомнить, что действует у нас телефон горячей линии 626569. 626569. Вот я попрошу тетровальщика в течение программы. 626569. Это горячая линия. Это горячая линия проекта «Экопатруль», который общество охраны природы реализует. Горячая линия «Экопатруля». Да. Хорошо. А это действительно так опасно, покрышки? Мы же все вроде бы привыкли к такому явлению. Надо сказать, что было принято решение недавно, что покрышки во дворах являются фактически незаконным явлением, и их нужно убирать. И если уж управляющая компания добровольно не хочет, то для такого рода организации предусмотрен крупный штраф. Но я думаю, что мы как раз этим и займемся. Это только пусть телезритель оставит адрес. Я вам перешлю, потому что это наша постоянная зрительница. Она про эти покрышки уже несколько роликов прислала. Я вам перешлю. Я думаю, что это очень легко решить. К сожалению, сложнее решить проблему в комплексе, потому что предприятия по переработке покрышек сегодня не справляются с этим объемом. И нужны очень серьезные дотации от государства для того, чтобы эти покрышки собрать и вывезти. По крайней мере, с Хабаровска, я думаю, что затраты будут колоссальными. Давайте все-таки вернемся в Луганск. Потому что действительно очень важная поездка. Вы сказали, что там нет покрышек во дворах. Ну, нет. Наверное, это связано как-то, может быть, с местными какими-то особенностями. Но я не увидел во дворах. И вообще, конечно, подчеркнул для себя, что очень опрятно и чисто в городе. И, конечно, вся страна сейчас делает очень многое для того, чтобы эти территории восстановить, чтобы они развивались. И, на мой взгляд, Луганск – это потрясающий город, потрясающий пример того, как в таких сложных условиях люди могут поддерживать и чистоту, и порядок, и хороший уровень. Ну вот, если вы говорите, что жители Луганска заботились тем, чтобы перерабатывать мусор. Хабаровский край в этом плане чему может их научить? Ну, как раз тот проект, который мы привезли в Луганск, это проект лаборатории экономии ресурсов, он направлен на практическое вовлечение. Ну, это, прежде всего, экопросветительский проект, который сделан для школьников подрастающего поколения, студентов. Для того, чтобы они могли в рамках экопросветительских уроков на практике увидеть, как осуществляется вот это чудо превращения мусора в какие-то полезные вещи. И мы, работая здесь, в Хабаровском крае, убедились, что эта технология имеет потрясающий, даже магический эффект. Говорят, лучше один раз своими руками попробовать, чем сто раз услышать. Ну, это фактически такая история про новые технологии образовательные. На выставке-форуме в Москве в феврале этого года мы как раз представили этот свой проект, который заинтересовал очень многие регионы, в том числе наше новое отделение Общества охраны природы, которое было создано в ЛНР. И вот в рамках такого межрегионального сотрудничества было принято решение в дар городу Луганску подарить лабораторию, которую у нас в городе, в крае уже четыре таких лабораторий. Ну, и мы будем надеяться, конечно, что это нам позволит сейчас этот опыт расширять гораздо шире. Ну, я подумал, что если люди озаботились переработкой и раздельным сбором мусора, да, то все это говорит о том, что мирная жизнь возвращается. Безусловно, до вот этих событий в Луганске были системы раздельного сбора, так же, как и у нас, собирали картон, собирали PET-бутылку. Но, к сожалению, уже 10 лет эти проекты никак не развиваются. Я уверен, что вот как раз эти инициативы помогут дать вот новый старт, тем более, что в Луганске в ближайшее время будет построено три мусороперерабатывающих завода и три мусоросортировочных станции, что, конечно же, даст большой толчок к развитию этой сферы. Ну, действительно, мусор же мало собрать раздельно. Его надо весь переработать. Я знаю, что в Хабаровске сейчас везде появляются, например, лавочки из переработанного пластика, которые чудесно выглядят и очень прочные. А в Луганске только вблизи, издалека... Там табличка есть на этих лавочках. Да, издалека это выглядит, как обычная новая деревянная лавочка. Но вот в Луганске, если, например, что там будут делать из переработанного материала? Наша лаборатория, конечно, такие большие изделия, как лавочки, не позволяет изготавливать. Она позволяет изготавливать небольшие брелоки. Это разные полезные вещи, расчески, например. Это небольшие кашпо, это циферблаты от часов. Ну, то есть, это вещи, которые действительно могут быть использованы в повседневной жизни. Ну, и, конечно же, сувенирную продукцию с логотипом города, с логотипом учебного заведения. Вот Академия Матусовского, где наша лаборатория сейчас установлена, уже столько творческих планов по использованию этой лаборатории, что я думаю, что мы даже будем учиться у коллег, как эту технику использовать здесь у нас для того, чтобы... Вы знаете, вынуждены вернуться в Хабаровск. У нас телефонный звонок по поводу покрышек, да? Да, да. Здравствуйте. Простите, что заставили ждать. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я бы хотел высказать свое мнение по поводу покрышек, автопокрышек бэушных. У нас вот во дворе, и не только у нас, а во многих дворах по указанию, так сказать, вернее, управляющими компаниями, видимо, по указанию администрации города или края, покрышки все пособирали и убрали. Они были цветниками там, всякими, ну, спортивными сооружениями использовали, как экологически вредные. После чего, как эти покрышки собрали и сдали куда-то на приемку, мы видим, что эти покрышки переработаны в крошку, и потом они превращаются в покрытие на волейбольных площадках, баскетбольных площадках, детских площадках. По-моему, после того, как эти покрышки просто вытащили боковой корт и мелко измельчили их и покрасили, опасность от этих покрышек, от составляющих покрышек никуда не делает. Очень хороший вопрос, очень показательный. Ну, да, действительно, этот вопрос мы очень часто слышим. Дело в том, что сама технология изготовления этих площадок, она предполагает наличие еще одного компонента, это связующей смолы, которая фактически гидроизолирует полностью поверхность, ну, вот этих резиновой крошки. И согласно законодательству, это покрытие может быть использовано для спортивных, детских, в том числе, сооружений. Я, кстати, первый раз узнала сейчас о том, что покрышки используют таким образом. Ну, тот объем, который покрышек сегодня есть. А про лавочки я знала, я их видела, а про покрытие нет, я не знала, что используется. Это один из видов использования вот этой крошки, этой площадки. Ну, это, наверное, процентов 5 всего того объема, который образуется. В любом случае, можно успокоить экологически вредную продукцию, но никак не могут выпустить, да? Соответственно, так все соблюдают. Да, это, в принципе, все сертификаты на эти покрытия есть, и они совершенно безопасны. И я хочу поправить. Только вчера мы разбирались с конкретной ситуацией по поводу зверского, по мнению наших зрителей, изымания покрышек, там пострадали даже растения. Это не администрация. Это всегда решение Совета дома. То есть администрация в данном случае, чиновники ни при чем. Это всегда люди между собой не могут разобраться, потому что кто-то против покрышек, кто-то за. Кстати, а вы считаете, надо их убирать? Колоссальная проблема с покрышками. Убирать их, безусловно, нужно. Мне кажется, этот элемент декора вынужденный себя изжил. Но нужно давать очень хорошую альтернативу вот этому дворовому дизайну. И очень хорошо, что сейчас в городе появляются примеры, когда дворы благоустраивают не просто так казенно, а с очень большой фантазией, с очень хорошими материалами. Мне кажется, нужно уделять этому больше внимания всем тем, кому не безразлично состояние вашего двора. Ходите на собрания. Мы уже поняли, что между жителями Хабаровска и Луганска есть некоторые отличия, например, в тех же покрышках, которые там не используются. Но что касается менталитета в целом, мы видим, что хабаровчане неравнодушны к экологии. И этот интерес к сохранению окружающей среды, он только растет с каждым годом. А что происходит там? Вы знаете, я вообще поражен жителями. Мы очень много пообщались и с ребятами, которые учатся в академии, и с людьми, которые приходили к нам на мероприятия. Мы еще высаживали липы в ботаническом саду, проводили акцию «Семейная рыбалка». Это потрясающе сильные люди, в глазах у которых, конечно, видно очень много испытаний, которые этим людям пришлось пережить. И вот то, что сейчас город встает на мирное развитие, и с какой любовью, и с каким трепетом люди сегодня относятся в Луганске к тому, чтобы их жизнь началась с таких хороших, позитивных, правильных вещей. Возможно, поэтому и старые покрышки там не в ходу. Будем помогать. Познакомились с главой администрации, потрясающая женщина. Яна Ленина, передаю вам большой привет. И все коллеги, с которыми мы поработали, это потрясающие целеустремленные люди. Мы можем только у них поучиться вот этому силе духа. И я думаю, что луганцы и жители Донбасса – это пример большой для всех регионов нашей страны. Прилетов не было? Нет. Повезло. Спасибо. У нас в гостях был Владимир Сидоров, председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы. Еще раз поздравляем со столетием вашего общества, которое основали Крупское и Уначарский. А сейчас, кстати, у вас председатель в Москве Вячеслав Фетисов такие? Вячеслав Александрович Фетисов – тот самый прославленный чемпион.